Устали есть таблетки горстями, надоело, а давление это не регулируется, скачет. Есть один способ, без таблеток, быстро, работает, возвращает, наши сосуды в норму, в нормальное состояние. А чем, кстати, вы спросите, плохо таблетки-то есть? Ну так, ну печень нагружают, ну почки, ну у мужчин эрекция прекращает, так тут все мелочи. Самое главное, есть их надо за нудно, годами, а результат какой-то непонятный. Ты ощущаешь, что тебя подсадили, но не на наркотик, а на какую-то фармацевтическую продукцию, явно неестественную. Ведь можно вернуть себе и своим сосудам нормальное здоровое состояние. Для начала предлагаю вам маленький тест. Возьмите табуреточку, шагните на нее, с нее, другой ножкой на нее, с нее. А можно выйти в подъезд и подняться по лесенке и замерить, на каком пролете одышка появляется. Вот это состояние вашего сердца и ваших сосудов. Возникла одышка, не доходя до 12-го. Ой, что вы, доктор, какой 12-й? Я до 6-го-то в молодости не могла. Да некоторые и до 3-го не могут дойти. Это показатель износа наших сосудов. А чуть атмосферное давление изменилось, известие какое-то волнующее или, прошу прощения, встали, не стой, ноги пукнули, не так. Все, скачок давления. И вот уже таблетки надо горстями пить, а кого-то на скорой везут, а некоторых и не успевают забрать. Ужас! Так почему же важно укреплять сосуды и сердце? Зачем это все? Это чтобы фитнес-центры кормить? Или как? Да потому, что большинство людей по-прежнему умирает не от модной инфекции зубцами на голове, а от инфаркта, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний. Заболеваний, вызванных износом сосудов и неадекватностью артериального давления. Хорошо, если ты молодой и здоровый, сел на велотренажер и крути себе педали. Но здоровья годы не дали. И суставы изношенные уже как-то не крутятся, и промежность не позволяет сидеть. Ну и что? Откуда это все берется? Оттуда. Жир, холестерин откладывается на стенках сосудов. Рецепторы, которые должны регулировать нормальное артериальное давление, покрыты как чайник накипью за долгие годы. Чайник не кипятит, и рецепторы не реагируют, и вынуждены повышать и повышать давление. А мы их колесами глушим. Мы таблетки вбрасываем раз за разом. Так они еще неадекватнее работают. Это путь в никуда. А что же делать-то, спросите вы? Появился вопрос в голове, что же делать, если не таблеточки принимать? А вот что делать. Воздействовать на места, возвращающие нормальную активность рецепторам артериального давления. Ставьте лайк, я прямо сейчас покажу. Поставили? Молодцы. Показываю. Первое место на шее, там, где пульсирует сонная артерия. Мужчины могут сориентироваться на кадык сбоку от него, позади мышцы. Женщины могут сориентироваться на место у мужчин. Или все-таки где пульсация? Тремя пальцами. Нашли, чуть повернув голову в сторону. Можно поискать, чуть-чуть повернуть. Только делайте постепенно, а то некоторые как ткнут, то так и отправят себя в обморок. Медленно. Вот она, родимая. Аккуратненько я начинаю плавненько надавливать. Без боли. Не надо доводить себя до отдавания в голову, в руку. Плавненько, несколько раз надавил, вернул чувствительность замученным рецепторам. С другой стороны, аккуратненько, это очень важно. Нашел, надавил. А некоторые не находят. Бывает такое. Нету сосудов у человека с одной стороны. Или зарос уже жиром. Бывает такая аномалия. Но со второй стороны обязательно найдите. И еще. Если на глазах нету линз, очень хорошо подушечками пальцев взять и плавненько попродавливать. Одно глазное яблоко, второе глазное яблоко. Плавно и нежно. Это очень важно. Плавно и нежно. Даже если у вас повышенное внутриглазное давление. Это прекрасный рецепт. Во-первых, напишите в комментариях, что вы сейчас почувствовали, когда это за мной повторили. Во-вторых, масса людей сохранила свои жизни благодаря этому прекраснейшему рецепту. Скоропомощному рецепту. Убирающему тахикардию и скачок давления в условиях отсутствия препаратов. Все помнят 90-е, когда ничего не было и люди мерли как мухи. Не все умерли. Часть благодаря этому рецепту. Рефлекс Ашнера он называется для умных. Хотите отказаться от всех таблеток? Это нереально. Реально! Подписывайтесь на канал. Здесь мы рассказываем то, о чем в других местах предпочитают промолчать. Интересно. И мне интересно. И я хочу делиться с вами. У меня десятки и сотни часов таких упражнений. В том числе позволяющих поднять человека, перенесшего инфаркт, и помочь ему взойти на Эверест. Это реально. Причем для этого не требуются долгие годы, как думают многие. В нас есть такие механизмы. А у меня есть такая программа. Для тех, кому интересно, ниже ссылочка, переходите, смотрите, реализуйтесь и оживайте. С вами был доктор, хотя для многих антидоктор Алексей Маматов. До новых встреч и крепкого здоровья вам и вашим близким.